В декабре Мария Малюк отметит 100-летний юбилей. Она родилась в Саратовской области в большой семье, успела окончить училище и грянула война. На фронт отправилась в качестве связиста-телеграфиста, а День Победы встретила в украинском Измаиле. Оттого сейчас ей особенно больно видеть, что происходит в соседнем государстве. Как и прежде, Мария Александровна надеется, что скоро наступит мир. На это все и надеются. Президент наш хороший. Стратег хороший. Любить Родину нужно обязательно. Без Родины так же, как без матери, без отца. Родина есть это великое дело, что ты имеешь Родину. Абсолютно. Вот какие сегодня события происходят? Очень сложные имеются в масштабе с Украиной этой. Украина всегда была, совсем другой страной. Быть верной своим принципам, служить на благо Отечеству, не терять оптимизма в сложных ситуациях. Те заветы, которым Мария Александровна следует всю жизнь и учит внуков. Оставаться человеком. Это вот она мне всегда говорит. Какие-то ситуации, какие-то плохие, хорошие. То есть время это все исправит или поправит. А нужно всегда оставаться человеком. Во всем, во всем слушаю бабушку, потому что с ее большим жизненным опытом она всегда все равно найдет то слово, которым меня переубедить. В преддверии Международного женского дня Мария Александровна радушно принимала гостей и поздравления. Мы организуем встречи двух поколений. Это сейчас очень важно. И ветеранам нужно общение, и детям обязательно они видят, слышат о той страшной войне из первых уст. И ни у кого не возникнет даже желания переписывать историю. Волонтеры часто навещают ветерана, не забывают поздравлять с памятными датами и дарят подарки. Ангелина Яхонтова, Геннадий Воробьев. События дня.